Всем привет! С вами Олег Борисов и программа «Давайте проверим». И сегодня в выпуске. Скандальная статья Путина. Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная. Тайное оружие украинской армии. А это что такое за техника? Неужели те самые ракетные системы... Американский министр гей пугает россиян. Зареветь, убежать, или дверь на замок. И переходим к главному ужасу российской пропаганды. Ну и самое страшное. Вместо себя на празднование главного украинского торжества Дня Незалежности Байден отправил, внимание, министра гея. Зачем-то открытого гея. То есть Байден в глазах украинцев решил, что ли, унизить Зеленского? Что происходит? Так федеральные медиа отреагировали на новость о том, что на праздновании Дня Независимости Украины США в Киеве будет представлять министр транспорта этой страны Пит Бутиджидж. Бывший кандидат в президенты США, влиятельный представитель демократической партии и действительно открытый гей. Унижение заключается еще и в том, что вот этот ЛГБТ-министр транспорта США будет представлять Байдена на так называемой крымской платформе. Еще раз, министр транспорта Америки и Крым. Это все равно, если бы обсуждать вопросы НАТО, Байден отправил в Киев, но министр здравоохранения. Ведущая российского телеканала несколько раз делает акцент на сексуальной ориентации американского политика. Как будто она как-то влияет на его профессиональные качества. Это и неудивительно, ведь Россия – страна с почти узаконенной гомофобией, поддерживаемой властью. Несколько лет назад россиян даже стимулировали приходить на выборы с помощью гомофобной рекламы. Это что еще за хрен? Я вообще-то гений передержки. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гей на передержку. Актер, снявшийся в этой рекламе Сергей Бурунов, сейчас один из самых востребованных и популярных в России. Славу ему принес российский сериал, где он играет полукоррумпированного полицейского, буквально одержимого страхом перед однополыми отношениями, в которые его могут заставить вступить. По крайней мере, вокруг этой фобии персонажа строится значительная часть шуток и сюжетных поворотов. Иван Андреевич, при всем моем уважении к вам, я буду вынужден вас отпетушить. Я не хочу просто вертеться, как пропеллер в первый же душевой, вот этот андва, кукурузник, вот этот, я не могу. Вы прекрасно знаете, как я этого всего боюсь. Вот этот персонаж – архетип типичного российского силовика. Мужчина средних лет, не очень хорошо следящий за собой, коррумпирован, страдающий алкоголизмом и глубоко порочный. И как финальный штрих, в кабинете у него висит российский имперский флаг, то есть он патриот, как и российские пропагандисты и политики. Отправился в ад. Это понятный российскому телевидению архетип, в который не вписывается молодой и подтянутый министр США, получивший образование в Гарвардском университете и служивший в армии. Бутиджич – лейтенант разведки военно-морских сил США. В 2014 году он успел даже послужить в Афганистане. Кстати, интересный факт. Министр обороны России Сергей Шойгу в армии не служил. Кстати, так же, как и президент Владимир Путин. Но вернемся к главному. Российская государственная гомофобия имеет выборочный характер. Когда в Украину приезжает зарубежный политик, открытый гей, то российская пропаганда считает, что это ужасно. Но как же таких политиков встречают в Москве? Ах, какая теплая встреча. Начали как старые приятели с шуток и подколов. Кто же эти люди? Подождите. Не верю своим глазам. Это же известный своим красноречием министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стоп, подождите. Но кто же это рядом с ним? Кто же этот дорогой гость? Кстати, это запись 2013 года. Тогда еще в Москву с официальным визитом приехал покойный глава Министерства иностранных дел Германии Гидо Вестервеля. Такой же открытый гей, как американский министр Пит Бутиджидж. Надо сказать больше, что в период работы этого министра отношения Германии и России были на своем пике. И никого в России не смущали его взгляды на жизнь. Даже, кстати, о гомофобии на госуровне, которая тогда как раз поднималась, забывали. Вот я недавно видел репортаж здесь в Сочи из одного гей-клуба. Как говорили в советской прессе, ничего не мешало крепнуть связям между двумя странами. Тем более какие-то однополые отношения, как бы на них подозрительно не смотрел Путин. Оно-то и понятно. Министр иностранных дел России Лавров – профессиональный дипломат, который очень комфортно чувствует себя на Западе. И вряд ли сам лично страдает гомофобией. Но для удержания власти путинской команде надо играть на страхах и предрассудках. И они со своим шефом цинично это делают. Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. Ну, в том числе к нетрадиционным бракам. Но он осторожен. Почему? Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демократических проблем. А нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят. Впрочем, Россия уже давно стала страной двойных стандартов. Одни в законах и телевизионной пропаганде, и совершенно другие в реальной жизни. Но, кстати, не стоит забывать, что всего каких-то 20 лет назад, сегодня гомофобная Россия дала миру такую группу, как Тату. Это дуэт двух девушек, значительная часть творчества которых была как раз посвящена однополым отношениям. Эх, вот это были времена. Мировые туры. Россия не то, что боролась с так называемой пропагандой однополых отношений. Москва сама шла в авангарде. Но теперь-то все не так. Все же изменилось, когда Россия встала с колен. Ну, в какой-то мере да. По крайней мере, для одной из солисток, а именно Юлии Волковой. Я иду в Госдуму от «Единой России», чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью «Единой России». Это, кстати, она так в праймерис партии Путина участвовала. Правда, безуспешно. Вот такая вот она, выборочная российская гомофобия. В медиа продолжают обсуждать статью президента России Владимира Путина о политике в отношении Украины. Она у него получилась настолько длинной и скучной, что пришлось лично объяснять, что же он имел в виду. Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная. Напомню вкратце основные тезисы. Главный из них – украинцы. И россияне – это якобы почти один народ. Три единства у нашего народа тоже никуда не делаются и никуда не денутся, как бы кто ни старался. Украина почему-то не независимое государство, а некий проект «Антироссия». Отделяет часть единого народа от общего целого для того, чтобы противник был послабее. Началось это давно, еще в средние века, и продолжается сегодня. Хм, как интересно. Продолжайте, продолжайте. Он начался еще в 17-18 веке, в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Все, все, все. Хватит, хватит, хватит. Все понятно. Президент России на своем официальном сайте опубликовал текст, в котором фактически повторил исторические мифы. И несмотря на ряд реверансов в сторону украинцев, в целом Путин отказал нам в праве иметь собственную внешнюю политику. Хорошо, хоть уже право на независимость пока на словах признает. А во всех бедах, как всегда, конечно же, винит Запад. Мы видим, что начинается военное освоение этой территории. Вот что нас беспокоит. Я уже об этом высказывал с ней однократно. И я думаю, что и наши озабоченности, в конце концов, будут услышаны теми, кто это делает. Людям, живущим в 21 веке и мыслящим современными категориями, даже не стоит начинать спорить с Путиным. Это, знаете, как две разные системы мышления. Вот именно так, следуя логике лидера одного из крупнейших ядерных государств, португальский народ един с бразильским и некоторыми африканскими народами. Британцы с американцами и австралийцами. Это уже не говоря о людях немецкого происхождения, проживающих во многих европейских странах. Странно, но в Европе такие мысли никому в голову не приходят достаточно давно, где-то с 1945 года. Зато есть Европейский Союз, объединяющий совершенно разные страны с разной историей вокруг одной системы ценностей – мировоззрения и, конечно же, экономики. Мы верим в способности Владимира Владимировича обучаться и, может быть, после еще 20 лет президентства он придет к мысли, что все люди одинаковые и убивать их нельзя. Где бы они ни жили – в Украине, Сирии, на Кавказе или в Африке. Как человек, посещающий церковь, Путин может прийти к тому, что все люди произошли от одного человека. Но это уже тема других программ. На российском телевидении продолжается обсуждение годовщины крушения рейса MH17. Но дискуссия посвящена не памяти невинных людей. Там пытаются переложить ответственность за преступления с России на Украину. Это видео учений от командования ВСУ. То есть сами опубликовали на нем границы с Крымом. А это что такое за техника? Неужели те самые ракетные системы БУК, которых на Украине отродясь не водилось? И чему же украинские солдаты учатся, наверное, сбивать воздушные цели? Например, гражданские, не дай бог, самолеты, ну, вроде Боинга MH17, чтобы потом огульно и, как мы знаем, бездоказательно обвинять Россию? Ни для кого не было секретом, что у Украины есть комплексы БУК. Она этого не скрывала. Более того, Россия еще в 2008 году обвинила украинскую власть в поставке этих комплексов в Грузию. Украина лишь отрицала их использование на Донбассе в июле 2014 года, когда там был сбит самолет малазийских авиалиний. Да и смысла их использовать не было, ведь у боевиков никакой авиации не было, и Россия тоже не использовала ее против Украины, ограничившись артиллерийскими обстрелами и введением сухопутных подразделений. Как мы уже говорили в предыдущей программе, международная следственная группа пришла к выводу, что самолет мог сбить БУК российской армии. Подозреваемыми проходят три гражданина России, все бывшие военные, и один гражданин Украины, сторонник группировки ДНР. Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Те, кого сегодня назвали в 2014 году, занимали самые разные посты в самопровозглашенной ДНР. Вот так Россия в очередной раз вместо признания и помощи следствию пытается переложить ответственность на других. С вами был Олег Борисов и программа «Давайте проверим». Пишите в комментариях, что вы думаете о попытках России уйти от ответственности. Подписывайтесь, ставьте лайк и, конечно же, распространяйте это видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова